О том, сколько школ в этом году будет построено в Крае, об инвестиционной привлекательности региона, а также об итогах работы многофункциональных центров, смотрите в нашей рубрике «Телетайп новостей». В Крае в этом году будут построены 10 школ. Самые крупные общеобразовательные учреждения появятся в Краевой столице, а также в Генском районе и Сочи. В Славянском районе строительство новой школы на 825 мест уже завершено. Сейчас заканчивается благоустройство школьного двора, а также ведется оснащение помещений необходимой мебелью и техническим оборудованием. Своих учеников школа примет 1 сентября этого года. На Кубани в 2019 году планируется завершить 140 инвестиционных проектов. Благодаря этому в Крае будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций по проектам, реализация которых завершится в текущем году, составляет свыше 230 миллиардов рублей. Всего по итогам года планируется привлечь порядка 600 миллиардов рублей инвестиций. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Для улучшения инвест-климата на Кубани будут упрощаться процедуры ведения бизнеса. В федерации установлены стандарты для всех регионов. В частности, будет легче зарегистрировать предприятия. Сократятся сроки рассмотрения и реагирования на обращения инвесторов. Усовершенствуются механизмы поддержки бизнеса. Откроется новый инвестиционный портал Краснодарского края с расширенными сервисами для инвесторов. В этом году более 1 миллиарда рублей направят муниципалитетам из краевого бюджета на строительство и ремонт дорог. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Субсидии городам и районам выделены в рамках государственной программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края. Так, на эти средства планируется отремонтировать 240 километров автодорог местного значения. В этом году общий дорожный фонд региона составил 31 миллиард рублей из федеральных и краевых средств. На эти средства планируется отремонтировать более 600 километров автодорог региональной дорожной сети. Более 234 тысяч человек воспользовались услугами кубанских МФЦ в сфере соцзащиты в прошлом году. В сравнении с 2017 годом этот показатель увеличился на 52 тысячи человек. Всего в сфере соцзащиты центры предоставляют 78 услуг. Людям предоставляется помощь в приёме заявлений и документов, их передача в Управление социальной защиты населения и центры занятости. Наиболее востребованными являются услуги семьям с детьми, многодетным семьям и малоимущим гражданам. Большинство услуг предоставляется по экстерриториальному принципу. То есть, граждане имеют право на обращение в любой МФЦ края вне зависимости от места жительства или пребывания.